На связь вышли кураторы соцблока, на местах и главные врачи медучреждений. На сегодняшний день больше миллиона жителей региона имеют право на социальные выплаты. И половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья. По закону им предоставляются льготы из федерального и краевого бюджетов. Однако многие выбирают деньги вместо положенного набора ежемесячных лекарств. Пренебрегая федеральной помощью, такие льготники приобретают медикаменты за счет региона. А это создает нагрузку на кубанский бюджет. Ежегодно из казны выделяют дополнительно 3 миллиарда рублей. Но при этом страдают и те, кто рассчитывает вовремя получить нужное лекарство, отмечает Анна Менькова. Коллеги, абсолютно четко мы должны проработать с вами и разработать Минздравбожный механизм, при котором мы должны донести до населения все риски, связанные с тем, если человек берет льготу, отказываясь таким образом от лекарственного обеспечения. Страдает население, потому что они не получают лекарства. Это вот принципиальный момент. И нам нужно проработать здесь механизмы. Кроме того, закупки для льготного обеспечения стали проводиться централизованно, по региональным регламентам, при которых обязательное условие – это референтная цена. Мы вместе с финансовым блоком эту проблему разбираем с начала года. И нам сказали, что тут приняты ряд мер, чтобы нормализовать процесс закупок, сделать это более уверенным, точным. Принято решение усилить департамент по регулированию контрактной системы. Заместитель губернатора подчеркнула, врачи должны находить персональный подход к каждому пациенту. Именно от этого зависит правильная и своевременная медицинская помощь. И тогда поводов отказаться от льготных лекарств не будет.